Здравствуйте! В эфире новости Осетии. Расскажем о главных событиях к этому часу в студии Вячеслав Музаев. И вот основные темы выпуска. На сегодня это очень радостное событие не только для меня, для коллектива, для села. Глава республики Сергей Миняйло принял участие в торжественном открытии новой школы в селении Брут. Образовательное учреждение рассчитано на несколько сотен учеников и оборудовано всем необходимым для комфортной учебы. Это замечательная практика, когда все родительское сообщество найдет исчерпывающие ответы на волнующие вопросы. Сдаем вместе. В 26-й школе Владикавказа провели пробный единый государственный экзамен для родителей и школьников. В испытании также приняли участие представители администрации города и парламента республики. Это не дело одного дня, это не дело месяца, это значительный срок. Специалисты из Санкт-Петербурга осмотрели памятники на мемориале славы, на что обратили внимание, какие проблемы выявили и сколько времени нужно, чтобы привести их в порядок. Просторные классы, современные спортивные площадки и своя точка роста. Да, сегодня в селении Бру торжественно открыли новую школу. Этого события жители ждали очень давно, ведь раньше местным ребятам приходилось ездить на учебу в Хумалак. А в Беслане теперь есть музыкальная школа. С радостными событиями жители поздравил Сергей Миняйло. Обо всем по порядку расскажет Залина Калманова. Вместо привычных ножниц, красной ленточки и торжественной части открытие новой школы начинается с разговора. Глава региона Сергей Миняйло отвечает на вопросы каждого жителя. Этого события здесь действительно ждали давно. На открытие пришли всем селом. Теплое общение, а после главное событие дня. Учиться в такой школе – мечта каждого ребенка. В новом здании и на 200 мест условия самые современные. Просторные светлые классы, широкие коридоры, столовая, новые актовые спортивные залы. А еще футбольная, волейбольная и баскетбольная площадки. Все кабинеты оборудованы современными компьютерами. А для маломобильных предусмотрены пандусы и лифты. Здесь также активно работает точка роста. Одним словом, есть все для качественного и комфортного обучения. Возвели учебное заведение по программе комплексное развитие сельских территорий. На сегодня это очень радостное событие. Не только для меня, для коллектива, для села. Мы даже не ожидали, что мы когда-нибудь будем учиться в такой прекрасной современной школе. А ведь еще недавно на месте современной школы находилось ветхое здание. Оно было настолько старое, что учебное заведение решили снести. А на его месте возвести новое. Строительство заняло почти два года. Все это время дети вынужденно ездили на учебу в Хумалак. На самом деле я очень рада, что наша школа открылась. И мы будем ходить сюда, учиться здесь. Всем очень нравится эта школа. И мы больше не будем ездить в Хумалак. Не будет никаких трудностей. И будем ходить в нашу школу. Радостное событие сегодня и в Беслане. В своей двери распахнула новая музыкальная школа. Аналогов которой нет в СКФО. Она носит имя заслуженного деятеля искусств России отцамаза Макоева. Сам композитор родился и вырос в Беслане. Поэтому, как никто другой, видел необходимость в строительстве нового здания. Здесь он планирует открыть единственный в России композиторский класс. На торжественном концерте отцамазу Владимировичу присвоили звание почетного гражданина Беслана. Это первая музыкальная школа, такая большая, красивая, светлая, которая строилась специально, как музыкальная школа. Потому что до сих пор я знал, что все музыкальные школы ходили и ютились и 80 лет назад, и 70 лет назад, в те здания, в которых были хоть какие-то подобия класса. А вот такую большую школу впервые для детей – это великое счастье. По-моему, на юге России такого больше нет. Условия в школе самые современные. Большое, светлое, трехэтажное здание. Предусмотрели все до мелочей. Здесь одновременно смогут обучаться 300 ребят. Для юных талантов приобрели новые музыкальные инструменты – пианино, рояли, гармошки, аккордеоны. В здании есть актовый зал на 160 мест и 24 класса для индивидуальных занятий. Здесь такие условия созданы, что учиться можно только хорошо. И инструменты, и оснащение, и эстетика. Над строительством этой школы трудились днем и ночью. Объект сдали в самые кратчайшие сроки. И теперь в таких современных условиях каждый ребенок сможет полностью реализовать свой творческий потенциал. Зелина Калманова, Батырбек Макиев, Новости Осетии. Обеспечить готовность к пожароопасному периоду главам районов Минприроды Северной Осетии МЧС совместно с Росприороднадзором поручил Сергей Миняйло. В республике уже зафиксировали случай возгорания сухостоя. Нужно начать вести профилактическую работу, сообщил глава региона на аппаратном совещании. Завершить отопительный сезон 10 апреля порекомендовал Майран Томаев. По словам министра ЖКХ топлива и энергетики, в ближайшие дни в республике будет не меньше 15 градусов. Сергей Миняйло поручил главам районов проанализировать это предложение. Важно принять такое решение, чтобы не допустить перерасхода топлива и при этом не доставить дискомфорт нашим жителям. Руководитель субъекта обратился ко всем ресурсоснабжающим организациям. Лучше уже сейчас подводить итоги этого отопительного сезона, изучить причины аварии и сделать выводы, а также скрупулезно готовить план к следующему осенне-зимнему периоду. Сергей Миняйло возмутился большим скоплением транзитного большегрузного транспорта на территории региона. Глава дал поручение МВД и Комитету по транспорту и дорожной инфраструктуре пропускать фуры только в том случае, если на стоянках есть места. Это будет контроль въезда в Северную Ситю по количеству автотранспорта. Нигде, кроме стоянок, большегрузы стоять не должны, отметил Сергей Миняйло. Паркуются они где хотят. Вот чуть выше Нагесского моста, прямо там на грунтовых площадках. Еще где-то. И везде мусор. Даже на этом самом стояли, на большегрузах, на заправке. Может, наверное, машина 50 стояла на заправке. И баки есть, но все равно мусор кидают где попало. Еще одно важное поручение – возобновить выездные приемы по личным вопросам чиновников. Общаться с жителями не только административных центров, но и малых населенных пунктов. Семейное МФЦ стоит открывать во всех районах, отметил Сергей Миняйло. Как доложила Элла Алибекова, сегодня в Северной Осетии стартовал прием документов в первый класс. Записать можно через портал госуслуги. По информации министра образования и науки, школы в этом году ожидают 9300 первоклассников. Стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Заседание комиссии провел премьер Борис Джанаев. Региональный этап проводится по двум категориям – муниципальные, городские округа, городские поселения и сельские поселения. Заявки на участие принимаются до 25 июля. В этом году органы местного самоуправления Северной Осетии будут состязаться за победу в пяти номинациях. Премьер отметил, что федеральный конкурс очень важен для развития муниципалитетов нашей республики. Это дополнительный инструмент поддержки муниципальных образований, районов. И я хочу отметить, что эти меры поддержки имеют свой конкретный результат. По результатам и прошлого года у нас в номинациях были победители. И, конечно, для муниципальных образований от 50 миллионов рублей, 30 миллионов рублей, 20 миллионов рублей – это какое подспорье для того, чтобы привести в соответствие, в порядок все необходимые зоны для отдыха граждан. Понять, что такое единый госэкзамен и проверить свои знания. Сегодня такая возможность была у всех желающих. В рамках всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГО родителями» в 26-й школе Владикавказа прошли пробные аттестационные испытания. В мероприятии приняли участие и представители городской администрации. Подробности в материале Лидии Цахиловой. При проведении экзаменов ППЭ запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру. А еще нельзя пользоваться шпаргалками, разговаривать и перемещаться по аудитории. При нарушении правил удаляют с экзамена. Условия проведения ЕГЭ максимально приближены к настоящим. Только длится он час вместо трех, а сдают родители выпускников, чтобы самим ознакомиться с процедурой и понять, что будут испытывать дети во время испытаний. Это замечательная практика, когда все родительское сообщество найдет исчерпывающие ответы на волнующие вопросы. Родители сегодня могут принять и стать самими участниками проведения ЕГЭ от момента входа в экзаменационный пункт вплоть до получения собственных результатов. Таким образом снизить накал, так сказать, волнения. Я как мама выпускницы, для меня это тоже живот и пища, так сказать, вопрос. Поэтому с удовольствием принимаю в этой акции участие. На пробный экзамен в 26-ю школу пришли представители 47-й школы, гимназии «Диалог», РФМЛИ, школы-интерната, а также администрации Владикавказа и парламента республики. Всего 54 человека. К слову, проходит он в рамках всероссийской акции «Сдаем вместе день сдачи ЕГЭ с родителями» и впервые по истории. Проверить себя пришел и глава муниципального образования город Владикавказ Александр Пацуорин. Как признается, задания были непростыми. В прошлом году сдавал математику, а в этом году историю. И, конечно, были вопросы, которые повергли меня на большое затруднение. Пришлось вспоминать весь курс, который мы проходили в школе. Так что это непросто. Но я думаю, ненашнему поколению, которые целенаправленно дети готовятся к этим экзаменам, это будет абсолютно несложно. После экзамена родители пообщались с министром образования и науки Эллой Алибековой. Вопросы были разные. О центрах подготовки к ЕГЭ, об отношении к экзамену родительского сообщества, о том, как проходит наблюдение за процедурой, а также о нововведениях. В рамках поручения президента вы об этом слышали тоже, что у ребят появится возможность пересдать один из предметов. Мне кажется, это просто замечательное предложение, потому что, бывает, ребенок разволновался, получил не те баллы, которые он ожидал. Сейчас в настоящее время Рособорнадзор Российской Федерации готовит все необходимые документы. Мы надеемся, что в ближайшее время они до нас дойдут, ну и ребят будет возможность пересдать в случае необходимости один из предметов. Первые госэкзамены пройдут в мае. В этом году более трех тысяч обучающихся подали заявление. В республике 17 пунктов проведения ЕГЭ, и все они подготовлены. Техническую апробацию, по словам министра, Северная Осетия прошла. Лидия Цехилова, Алан Суанов, Новости Осетии. Во Владикавказе стартовал весенний призыв граждан на военную службу. Срок все также составляет 12 месяцев. Отправки новобранцев со сборных пунктов начнутся с 13 апреля. По новым правилам увеличили максимальный возраст призыва от 18 до 30 лет. Срочников также не привлекут к выполнению задач в зоне специальной военной операции и прохождению службы в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Призывная комиссия уже начала свою работу. В составе представители МВД, Управления образования, ДОСААФ, Центра занятости населения, Шторнахаша, Комитета отцов, военнослужащих, а также Терского войскового казачьего общества. Рассмотрели особые случаи и варианты альтернативной службы. Она составит 21 месяц. Ребята будут проходить службу как в Министерстве обороны, в подразделениях и воинских частях Министерства обороны, так и в войсках Национальной гвардии, в частях и подразделениях МЧС. Еще хочу обратиться к ребятам, а также к их родителям. Напомнить им, что после завершения обучения в колледже, в лицее, в техникуме, ребята уже используют свою отсрочку по учебе, и при поступлении после колледжа и техникума в высшеучебные заведения им по закону отсрочка не предоставляется. Поэтому они будут призваны в ряды вооруженных сил. Прошел так называемые курсы по вождению ДОСАФе на категорию Ц, то есть КАМАЗ. Прошел, как говорят преподаватели, с отличием. Я считаю, что долг каждого мужчины – отслужить в армии. И к армии я отношусь положительно, чему призываю всех остальных. Эксперты Санкт-Петербургской мастерской «Петрополь» оценили памятники на мемориале славы во Владикавказе. Основной колонна Святого Георгия Победоносца особенно нуждается во внимании. Во внутренних полостях находится вода, которая его разрушает. А про пано реставраторы отозвались положительно. Работа отличная, но мозаика постепенно портится, так как нет защитного покрытия. Также они осмотрели объект послы у императрицы, входную арку, монумент «Скорбящая мать» и панораму. Замечания есть, укладка плитки оставляет желать лучшего. Эксперты говорят, в любой момент каменное сооружение может обрушиться. Но в целом все проблемы можно решить. «Это не дело одного дня, это не дело месяца, это значительный срок, но я думаю, что если продолжить обследование, если параллельно будет проводиться работа, то вполне вероятно сделать данную работу к не этому Дню Победы, но возможно к следующему. Это вполне реально. Хочу отдельно отметить, что мне очень порадовало и понравилось отношение руководства к памятнику, к нашей работе, потому что не было никакой задержки. Нам помогали с документацией, нам выдавали разрешение. Вакцинация – главный залог здорового поголовья. Очень важно начать ее вовремя. Прививки против ящура, сибирской язвы, бруцеллеза, бешенства, паразитов делают строго по плану. На учет животных ставят с двух месяцев. Профилактика предотвращает появление болезни и помогает сэкономить на лечении. Подробнее в материале Томилы Кцоевой. Болючая зависит от того, какой вакцина ящура. Обычно болючая вакцина. Но бывает животные укол делать, если мы не кровь берем на бруцеллез, укол делать просто. Даже без прививки можно сделать. Главное – найти к буренке правильный подход. Ветеринару со стажем Виктории Седаковой сделать это не составляет труда. Коровы узнают ее уже по голосу и легко подпускают сделать болезненный укол. Без прививки никак. Она защищает от ящура. Вирусное заболевание может передаться человеку. И чтобы не допустить эпидемии, вакцинировать начинают заранее. Семь плановых вакцинаций. Много, да. Где-то семь плановых вакцинаций. Сибирка, ящер, сибирская ящер, бруцеллез, противобруцеллез вакцинирование. Потом кровь на анализе каждый год. Да, кровь на бруцеллез и на ликоз проверяем с двухмесячного возраста. С двухмесячного возраста ставим на учет всех животных. На учет ставят при берковании. Номер каждого такого украшения вносят в базу данных. Процедура для всего крупнорогатого скота в республике одинаковая. Так гораздо проще отследить, привито животное или нет. Здесь, в Южном, фермеров немного. У Малхаза-Черткоева 13 голов. Все они выгодные, поэтому и ухаживать за стадом нужно тщательнее. Стойбе не столько надо вакцинации, а выгодные сложнее. Потому что они, насекомые могут проглатывать, допустим, грязную воду пить. Столько не контролируешь, где что они, чем питаются. И чаще надо, естественно, и вакцинации против паразитов, возле глистов, против клещей. На каждую болячку найдется своя вакцина. Ветеринары работают по графику обработок. Проводят диагностику, берут кровь на анализ, чтобы исключить лейкоз, бруцеллез и туберкулез. Но есть такие заболевания, которые не лечатся. Ящер один из таких. Схема вакцинации у ящера на данный момент такая. Делается раз в год, два раза в год для взрослого поголовья, каждые три месяца для молодняка. Дозы рассчитывают заранее. Ветеринар подает заявку и потом получает нужное количество по специальным накладным. Часто хозяева обращаются сами, если замечают у животного вялость или нетипичное поведение. Правда, реагируют на прививку скот по-разному. Даже люди иногда, естественно, боятся уколов. Я сам боюсь. Тем более скот. Они же не знают, какие это процедуры, для чего. Думаю, такая процедура, что она обязательно, если даже случай не было, все равно каждый год вакцинируется. В марте в Институт защиты животных направили 450 проб крови, вакцинированных против ящера особей. Северная Осетия – буферная зона, поэтому за эпидемиологическим состоянием у нас следят особенно тщательно. Но иногда у специалистов возникают проблемы. Не все хозяева добровольно разрешают прививать свой скот. Пользуясь случаем, я бы хотел обратиться к владельцам животных, как ЛПХ, так и крестьянско-фермерских хозяйств, в общем, всех форм собственности, о том, чтобы не препятствовали проведению ветеринарным специалистам диагностических и профилактических мероприятий. И здесь нужно понимать, и это очень важно, от того, насколько ветеринарная служба проведет охват поголовья против заразных болезней, зависит эпизотическое состояние территории республики. Сейчас в Северной Осетии случаев заражения ящурам нет. Обстановку ветеринары мониторят регулярно, в случае чего сразу предпринимают необходимые меры. Но и сами фермеры должны быть бдительными. Специалисты напоминают, ответственность несет каждый владелец домашнего скота. Томила Кцоева, Алан Суанов, Новости Осетии. С теплотой и заботой о самых маленьких в этом году свой юбилей отмечает комплексный реабилитационно-образовательный центр. Высококлассные специалисты помогают малышам преодолеть самые разные трудности. Психологи, логопеды, дефектологи и не только успешно работают даже с самыми сложными случаями. За пять лет помощь в центре получили сотни ребят. Тему продолжит моя коллега Залина Калманова. Азаман, поищи шарик. Где он? Шумный, красный шарик. Найти спрятанный мячик в бассейне с шариками – лишь часть урока. В сенсорной комнате все занятия в формате игры. Малыш весело проводит время и одновременно учит цвета, новые слова и социализируется. Так у детей улучшается речь, внимание и даже мышление. Сними ботинки, потом залезь, потом вылези из бассейна. Ботинки правильно надень на правую ножку, на левую ножку. Там у нас еще есть песок, тоже цвета, тоже разгрузка. Если занятие какое-то направлено на развитие эмоций, на понимание эмоций, то тоже они там на песочке рисуют свое настроение. Это звучит, может, непонятно, но когда ты работаешь с ребенком и видишь то, как он рисует, то, как он себя ведет, понятно, что у него на душе, потому что не все дети могут это словесно показать. Сначала с малышами индивидуально работают логопеды, психологи и дефектологи. А насколько хорошо дети усвоили уроки, проверяют на групповых занятиях. Эти ребята занимаются в центре чуть больше года и уже спокойно взаимодействуют со сверстниками. В группах дети одного возраста, так им комфортнее общаться. Смотря друг на друга, стараются соответствовать. Если кто-то говорит получше, кто-то говорит похуже, но все стараются. Видно, что все пытаются выговорить букву С, букву Р, букву Ш. Все стараются это сделать. И самое главное – работа над фразовой речью. То есть, если ребенок говорит только одно слово, это начало. Мы стараемся, чтобы ребенок говорил по два, по три, по четыре, чтобы потом быть уже к связной речи. У маленького Мурата Лалиева раньше были проблемы с речью. В три года малыш совсем не разговаривал. Тогда мама обратилась за помощью к специалистам. Сейчас Мурат легко формулирует свои мысли и общается. Он до сих пор продолжает посещать уроки. Я очень довольна успехом моего ребенка. Благодаря педагогам центра, их внимания и чуткости речь значительно улучшилась. Он ходит с большим удовольствием на занятия. А в этой комнате ребята помладше. Здесь детками занимаются специалисты службы ранней помощи. Сейчас они работают над мелкой моторикой рук. Сначала лепят маленькие фигурки, потом переходят к заданиям посложнее. Так их учат усидчивости. Допустим, мы лепили «Слепи свое настроение», «Слепи свою злость», «Слепи свою грусть». Но пока они только учатся с пластилином. Некоторые детки даже не любят тактильно пластилин. Поэтому мы учимся привыкать к данному материалу. А когда уже привыкнет, то мы уже переходим к более сложным заданиям. В центре помогают детям с расстройствами аутистического спектра, сложностями социальной адаптации, нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата. Сейчас здесь занимаются 73 ребенка. Родителей, каким образом взаимодействовать, как проводить занятия. То есть на все волнувшие темы, которые есть у родителей, тоже отвечаем. Сопровождаем семьи. У нас есть дети, которые в центре находятся около 4 лет, кто-то около 5. То есть дети пришли к нам в службу ранней помощи и дальше продолжают заниматься. В среднем в год у нас около 75-80 детей. Из них, наверное, половина – это те дети, которые систематически посещают. В этом году комплексному реабилитационно-образовательному центру исполнилось 5 лет. За это время специалисты помогли сотням детей. По словам руководителя, набор в центр открыт весь год. Залина Калманова, Диана Кабалоти, Новости Осетии. По Владикавказу провели первый футбольный турнир Суперкубок Осетии. Накануне состоялся так называемый «Финал четырех». На поле встретились команды победителей ЛФЛ из Южной и Северной Осетии. Юристы, экономисты, студенты, коллективы любительские. Но атмосфера на трибунах была по-настоящему напряженная. Турниры организовала любительская футбольная лига «Владикавказ». Надеюсь, что мы будем дальше продолжать плодотворно работать с ЛФЛ «Цинвал» и развивать любительский футбол как у нас, так и во всей стране. Надеемся, что наше мероприятие понравится всем и будет дальше все круче, интереснее и лучше. Это были все новости к данному часу. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин